Всем здравствуйте, друзья! Сегодня хочу открыть новую рубрику на своем канале Ответы на ваши вопросы. Может быть еще не все у меня ладно, не все гладко, но на ваш суд выставляю свое первое видео. Пожалуйста, посмотрите. Если вам понравится, мы можем с вами встречаться и дальше. Именно в таком формате. Все-таки хочу развивать свой канал, понимаете, и вот пытаюсь как-то по-новому, еще какие-то открывать новые рубрики. Ну, то есть, вот это вот первая моя такая провопера. Я хочу сегодня, как я уже вам заявила в своем анонсе, поотвечать на вопросы. Вопросы мне прислали на моем канале, на вкладочке «Сообщество». Вот такая вот она у меня. Буквально вчера. Ну, тут пришло много вопросов, поэтому я прям вот вам сейчас их с экрана и буду читать. Ну, первое. Так. Здравствуйте, Галина. Что за место, где вы сфотографированы? Это я сфотографирована, естественно, английский Stonehenge. Если кто не знает. Вообще, вы знаете, ничего нет зазорного, если кто-то не знает, что это Stonehenge. Потому что, ну, не все люди, понимаете, всем интересуются. Поэтому, вот объясняю. Это фото было сделано давно, в 2014 году, когда я еще ездила со своим мужем по Англии, по Центральной. Вот такая вот фотография осталась. Так. Читаем дальше. Тэнэ Су пишет. Приятного времени суток. Очень интересно было бы узнать, что вы для себя открыли в Таиланде, их отношения к жизни и философии. И еще какую-нибудь интересную информацию о буддизме. Тэнэ Су. Ну, да, спасибо за вопрос. Я уже написала. Здесь немножко вкратце. Во-первых, мне, конечно, очень-очень приятно, что вы смотрели мои видео из Таиланда. Я в Таиланд езжу сейчас каждую зиму, вот уже на протяжении трех лет. И очень-очень люблю это место. И я, вы знаете, заинтересовалась буддизмом именно. Информации у меня очень много. Вот не знаю, как. Я, наверное, попробую вам скинуть здесь в этот... Ой, смотрю прям вот в камеру. Или читать, или смотреть. Не знаю. Еще не приладилась к этой нашей новой вот такой вот рубрике ведения чата. Ну, то есть... Так что извините, если какие-то огрехи будут. Все делаю одна. Все пробую одна. Вот эту программу нашла сама. И, вы знаете, хочется тут мне еще себя похвалить, сказать. Айда Галинка, айда молодец. Потому что, вы знаете, в моем возрасте не все могут еще даже просто пользоваться компьютером. А я все осваиваю какие-то новые технологии. Поэтому кто еще меня похвалит, как не я сама. Ну, ладно. Такое отступление. Так вот про Таиланд. Огромная, обширная тема. Если кому-то интересно, я не знаю, друзья, даже. Потому что вот то, что я вам рассказала, краткую суть буддизма. И очень много там всякого интересного. Но она как-то, понимаете, во-первых, немножко не входит в название и концепцию моего канала. Все-таки жизнь на юге Англии. Хотя уже сейчас, конечно, я далеко-далеко ушла за пределы Англии и рассказываю обо многом, обо всем. Но про Таиланд, что я для себя открыла в Таиланде, я открыла очень много нового там. И у меня есть плейлист, кто интересуется. Называется Таиланд. Найти очень легко. Можно там это все посмотреть. Поэтому спасибо за вопрос. Но здесь эту тему мне сейчас раскрывать очень сложно для вас. Так, грязная краска. Галина, здравствуйте. Хотелось бы узнать о ваших отношениях с внуками. Конечно, это может быть закрытая информация. Но я смотрю, у вас очень давно накопились вопросы. Вы очень современная, приятная, умная женщина. Спасибо большое. И блоги интересные. Как говорится, великое видится на расстоянии. Ваши внуки потом будут говорить, что вот наша бабушка стала эмигранткой и прожила всю оставшуюся жизнь в Англии. Вот про это хотелось бы услышать. Вы анализируете, наверное, этот аспект своей жизни. С уважением, Алла. Спасибо за вопрос, Алла. Ну, вы знаете, она не то чтобы закрыта для меня. Это тема внуков. Ну, Господи, что тут может быть такого закрытого? Конечно же, тема открыта. Другое дело, что я не очень хочу об этом рассказывать, потому что в связи с такими сложными отношениями со своей дочкой, мы живем в разных странах и общаемся крайне редко. Сейчас практически я вообще с внуками не общаюсь. Общаюсь только через ВКонтакте, там письма какие-то переписываемся со старшим внуком. Младший внук меня вообще не знает, ему 7 лет. Последний раз я его видела, когда ему было где-то годик. Естественно, что он меня не знает. Ну, как тут эту тему мне вам объяснить еще? Я вот, кстати, не поняла. Вы пишите тут, ваши внуки потом будут говорить, что вот наша бабушка стала эмигранткой и прожила всю оставшуюся жизнь в Англии. Ну, во-первых, еще непонятно, где я проживу свою оставшуюся жизнь, извините. Этот вопрос еще открыт для меня. Во-вторых, я не поняла, вы пишете это как бы с каким-то укором мне, что вот я такая уехала, стала эмигранткой. Я уехала, потому что замуж вышла за британца. Я уехала, потому что я не нашла для себя более лучшего варианта на тот момент, как уехать. Эти все вопросы тоже известны, и я вам рассказывала. По поводу того, как я общаюсь с внуками моей сестры, которыми я вижусь постоянно. У моей сестры двое детей и пятеро внуков. Так вот, внуки взрослые, и они меня каждый год видят, они меня знают. И я с ними общаюсь просто с удовольствием, и я вижу, что они стремятся к общению и очень любят со мной общаться. И вот сейчас на WhatsApp мне очень часто звонят мои внуки. Я имею в виду, как это называется, если внуки моей сестры, то мои как? Племянничные внуки, что ли? Я вот тут плохо разбираюсь. Ну, у меня с ними очень хорошее общение, замечательное. И я очень сожалею о том, что получилось в моей жизни так, что с моими родными внуками, с Андрюшкой и с Дивом, я практически не общаюсь. Ладно, так, дальше здесь. Hello, beautiful lady, you look beautiful. Но это Лилия Головач написала по-английски. Она написала не вопрос, а просто мне такое приятное письмо на английском языке. Спасибо большое, Лилия. Здравствуйте, Галина. На фотографии вы у Стоунхенджа. Знаю, вся Британия наполнена легендами и местами силы. И у вас на острове есть таинственный лес, пишет Виктория Рубан. Хотелось бы таких мистических историй и о необычных явлениях именно британских. Спасибо за ваш труд. Спасибо и вам, Виктория. Спасибо за вопрос. Спасибо за интерес к моему каналу. По поводу того, что Британия наполнена легендами. Ну да, наполнена Британия легендами. Очень много здесь таких рассказов о привидениях в старинных замках. Да вот как раз и легенды вот эти вот о короле Артуре. Совсем недавнее мое видео, которое я... Это моя боль, просто боль, которую я так долго старалась для вас сделать. И которая, в общем-то, не нашла отклика. Легенда о короле Артуре. Король Артур, английский король, один из первых, который объединил все британские земли, всех рыцарей. И вот, кстати, Стоунхендж, говорят, тоже был построен Мерлиным, знаменитым волшебником, который вырастил короля Артура. Очень много всяких легенд. Ну вот и Стоунхендж как раз это одно из мест силы английских. Да. По поводу таинственного леса, что вы имеете в виду? На нашем острове есть таинственный лес? Не знаю. Если вы имеете в виду тот лес, ведьмин лес, про который я рассказывала. Ну да, есть такой ведьмин лес непонятный. Таинственный лес. Извините, Виктория, я не в курсе. Уточните, что вы имели в виду о таинственном лесе. Так, дальше Ирина Петрова. Кстати, друзья, посмотрите. Я же читаю с экрана без очков. У меня и линста нет, никогда и не было. Вот такая вот я молодец. Как говорится, кто еще меня похвалит, как не я сама? Читаю без очков. И машину вожу без очков. Замечательно. Когда-то носила в молодости очки минус один. Потом оказалось, что минус один пришел на ровно единицу. Зрение у меня сейчас стопроцентное, скажу я вам. Ну, может быть, потом будет садиться, не знаю. Но сейчас, слава Богу. Я читаю без очков. Так, Ирина Петрова. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Ирина. Очень рада новым возможностям общения с вами. Хотелось бы узнать о системе образования в Англии. Приходилось ли вам общаться с высокообразованными людьми? Можно ли сравнить образование в Великобритании с тем образованием, которое давал Советский Союз? Желаю удачи в подготовке стрима. Спасибо, Ирина. Ой, друзья, ну вы прям такие мне обширные вопросы даете. Я думала, вы будете спрашивать что-нибудь такое, знаете. Там, что вы кушаете на завтрак, а что, а как? Какие-то маленькие, коротенькие ответы. Но здесь такие вопросы глобальные. Система образования в Англии. Боже мой, боже мой. Вообще, я, друзья, говорю, как вы понимаете, только свое субъективное мнение. Хотя я считаю, что сейчас каких-то объективных мнений, наверное, вряд ли кто-то вам еще и даст. Даже какие-то продвинутые журналисты, политологи. Они ведь все равно дают свое субъективное мнение о любом вопросе. Ну, вот поэтому как-то так. Так вот, система образования в Англии, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Ну, как тут, если вкратце сказать, то здесь же ведь есть в Англии private school, как вы знаете, и public school, то есть публичные, обычные школы, как наши, и private school, то есть частные школы. По поводу private school, очень мало кто может отдать своих детей в private school, потому что сразу вопрос оплаты. Ну, там, в private school, если вы отдаете своего ребенка, то там получается оплата в год от 50 до 60 тысяч фунтов. Это огромная сумма, если учесть, что средний доход средней английской семьи, это где-то 25-30-40 тысяч фунтов в год. А здесь вы должны просто только за частную школу отдать 60. При том, что, как выясняется, что вот эта вот оплата частных школ, она даже выше, чем оплата в Оксфорде, в Кембридже и в других университетах, потому что в университете оплата, как я знаю, ну, пусть будет там 30-40 тысяч фунтов, а здесь до 60. Поэтому, как вы понимаете, только самое высшее общество может своих детей отправить в частную школу. Ну, а частная школа – это типа нашего интерната. Об этом, наверное, я вам тоже сделаю отдельное видео. Меня давно просят об этом рассказать. Считается, что каждый уважающий себя лорд или семья лорда, она обязана своего ребенка отдать в частную школу. В частную школу отдают, по-моему, с 7 или с 8 лет, как-то так, в очень раннем возрасте. То есть отрывают от семьи, и вот ребенок там живет, воспитывается среди сверстников, среди учителей. Раньше там даже и побои были какие-то. Вот эти вот все, знаете, как дедовщина, не дедовщина, но бывало, что дети очень страдали. Вот, кстати, я знаю, что принц Чарльз, сын нашей королевы, Елизаветы II, он про частную школу много чего рассказывал, и он говорил, что частная школа просто его сломала. Он чувствовал себя там настолько несчастным, он был настолько затравлен сверстниками, именно за то, что вот он будущий король, они все ему мстили. И люди просто, бывает, ломаются. Потом помощь психологов даже многим нужна. И еще что хочу сказать, что в этих-то частных школах, там, как говорят, я там, конечно, не была, и никто из моих знакомых, своих детей в частную школу не отдавал. Но то, что я знаю информацию про частную школу, что там знаний особых не дают, там учат совсем другому. Ну, об этом, наверное, все-таки я сделаю вам отдельное обширное видео, друзья. Вот, а сейчас пока, конечно, нет, не получится. Так, что еще тут? Приходилось ли вам общаться с высокообразованными людьми? Конечно, мне приходилось общаться с высокообразованными людьми. Это как раз пробосклуб, в котором членствовал мой муж, и в которое я тоже в течение пяти лет была вхожа. И там были именно высокообразованные люди. Там были юристы, адвокаты, там были учителя. В общем, даже вы знаете, кто там, кто там, кто там еще был. Ну, бизнесмены очень много. И все были высокообразованные люди. И мне с ними общаться было просто наслаждение. Другое дело, что, конечно, опять мое плохое знание английского языка не давало мне возможности как-то поговорить на более интересные для меня темы. Но да, с высокообразованными людьми, конечно, я общалась. Вот именно там. Сказать, если по этому поводу более обширно, странно для меня, но сейчас, как я вижу, молодежь, которая окружает меня здесь на острове Айлоуайт, да и постарше немножко люди, они не стремятся к образованию. И я не могу их назвать высокообразованными людьми. Здесь, как у нас, просто заканчивают колледж после семи или восьми классов школы. Заканчивают колледж. Колледж это, как у нас раньше были, ПТУ. То есть, какую-то получают специальность. Вот в сфере обслуживания работают в основном. Очень довольны своей жизнью. Ничего даже не задумываются ни о чем другом. И вполне довольны. Целей никаких нет, стремлений, увы, никаких нет. Поэтому образование в Великобритании, можно ли сравнить с образованием в Советском Союзе, да вообще рядом не стояло. Как говорится правильно, большое видится на расстоянии. И то, что мы не ценим, что имели, на потерявши плачем. Вот здесь точно та же самая ситуация. В Советском Союзе у нас образование было, наверное, самое лучшее в мире. И сейчас то, что мы стали, да не то, что стали, а просто разрушили практически уже ту систему образования, которая была в Советском Союзе. И вот эти вот сейчас у нас ЕГЭ, где надо просто нажать один из ответов, которые тебе даны на экране, четыре ответа, и ты один нажимаешь. И, по-моему, тоже многие смотрели в Ютубе, показывал Никита Михалков, как проводили опрос среди москвичей, молоденьких москвичей, 18, 17, 20 лет. Вот, и спрашивали у них, кто такой Суворов, кто такой Наполеон, кто такой Жуков. Они ничего не знают вообще. И, ой, это было просто, вы знаете, без слез невозможно было смотреть эту историю. Да и потом посмотрите, как сейчас наша молодежь пишет. Они же пишут все с ошибками, они не умеют писать. Про знаки припинания вообще вопросов не возникает. Ну вот, мы еще остались, вот такие вот, как сказать, динозавры, да, которые еще что-то знают. И нам образование дали советские школы, которые были в Советском Союзе. И это образование мы просто, увы, потеряли. Я считаю, что потеряли. Очень мне обидно это говорить, но это так. Так вот, никакого сравнения с образованием в Великобритании наш Советский Союз тогда не было. Просто мы никогда не ценим, еще раз повторяю, то, что имеем. И всегда, открыв рот, смотрим куда-то за границу. За граница нам поможет. Глупость полная. Ой, не могу, ну ладно. Так, Наталья Федорова. Добрый день, Галина. С большим удовольствием смотрю ваш канал. Спасибо. Открываю для себя Англию. Я филолог, поэтому мне были интересны сюжеты, связанные с творчеством английских писателей. Какую художественную литературу читают современные англичане? Как они относятся к русским классикам? Знают ли их произведения? Ой, друзья, ну какие вы у меня все продвинутые. Спасибо, Наталья, опять же, за вопрос. Ну вот, вы знаете, я не филолог вообще-то, конечно. Я простой обыватель, самый обычный. Поэтому по поводу творчества английских писателей. У меня, кстати, вот было одно такое мое видео, интересно, я там, я заметила такую историю, что когда я говорила, что моя фамилия Хадсон, и по этому поводу я ждала какой-то ответной реакции от англичан, что они скажут, надо же, вот как интересно, Конан Дуэль, миссис Хадсон, такая распространенная как бы фамилия. Оказалось, что они даже и не знают Конан Дуэля, и не читали они эти самые его рассказы о Шерлоке Холмсе, и тем более не знают миссис Хадсон и доктора Уатсон. Поэтому не знаю, не знаю, читать не любят, не читают. Опять же, это только у нас была самая читающая страна, Россия, Советский Союз, который мы потеряли. Здесь, друзья, не ищите, пожалуйста, в общей массе англичан, каких-то вот таких вот интересующихся, знающих, много читающих. Это все уже давно ушло в предание. Все сидят в айфонах, в телефонах. В общем, грусть, грусть и тоска. Так, Love Story. Здравствуйте, уважаемая Галина. Ваш канал смотрю два года. Спасибо большое. С большим удовольствием. Пожалуйста, ответьте на вопрос, как приобрести друзей в Англии. Если это возможно, то чем отличается дружба в понимании откличанина от наших посиделок на кухне и разговоров за жизнь? Также интересует вопрос, какие кружки, клубы по интересам есть у вас на острове? Платно ли это? Знают ли ваши соседи, знакомые, что вы ведете блог? Ого-го-го-го. Так, ну да, спасибо за вопросы. Значит, я попробую по порядку, друзья. Так, так, так. Как приобрести друзей в Англии, вы спрашиваете? Ну, друзей в Англии приобрести, наверное, посредством каких-то своих друзей, которые живут здесь. Смотря каких друзей вы хотите приобрести. Если вы хотите приобрести друзей англичан, то это история... Как вам сказать? Смотря для чего вы хотите приобрести друзей. Во-первых, для меня слово «друг» это очень большое понятие. Если вы имеете в виду просто знакомых в Англии приобрести, или вот что именно конкретно. Если знакомых, то, пожалуйста, можете приобрести через сайты знакомств, через какие-то, я не знаю, другие сайты по интересам. Понятия не имею, как приобрести. Приобрести друзей в Англии нужно приехать в Англию. Но это будут, опять же, знакомые друзья в Англии в большом понимании слова «друг» вряд ли вы найдете. Англичане не особенно умеют дружить, тем более с приезжими. Они вас не пустят просто в свою жизнь. Ну, вот это так вот кратко, это такое мое видение. Ну, и вот опять, чем отличается дружба в понимании англичан от наших посиделок на кухне? Но, извините, вообще-то наши посиделки на кухне – это тоже не дружба. Понимаете? Это просто посиделки на кухне. Если говорить о большом каком-то понимании дружбы как таковой друзей, бывает один-два в жизни. Остальное – это просто знакомые и приятели. Понимаете? Вот не путайте. Поэтому приятельские отношения – да, здесь приходят. Даже в гости – в гости нет. В гости англичане не ходят, не приглашают и ходить не любят. В гости приглашают только своих родственников. Крайне-крайне редко вас пригласят в гости, если вы уже десятилетиями общаетесь. А вот встреча где-то попить кофе в каком-то пабе, в баре – а это с удовольствием. Они это любят. И болтают тоже ни о чем абсолютно. Все и все такие же точно посиделки. Как говорится, вышел и забыл. И не паришься, о чем вообще разговаривал. Как-то так. Также интересует вопрос. Какие кружки, клубы по интересам есть у вас на острове? Ох, очень много кружков и очень много клубов по интересам. Ну, кружки вязания, вышивания, кружки рисования, кружки лепки, кружки танцевальные, кружки совместного чтения, кружки, которых изучают какие-то специальные вопросы, специальные какие-то вот книги читают. Вот, кстати, да. Кружков великое множество. Я как-то ходила в несколько кружков, когда еще только приехала. Меня приобщали, чтобы я больше знакомилась с англичанками. Я ходила, первый кружок был кружок кройки и шитья. Мы там делали аппликации. И английские женщины очень умелые в этом плане. Они меня многому научили. Вот, и другой кружок я ходила, посещала. Это был кружок кулинарии. И тоже там учили меня, как вот делать вот эти вот их пироги знаменитые. Котач-пай, мясные какие-то там, я не знаю, кулебяки. И вот этот вот йокширский пудинг я тоже научилась там делать, кто знает. По поводу клубов по интересам. Клубы по интересам. Это уже немножко другое. Здесь есть клубы по интересам. В основном у них, конечно, связаны это с... С мариной, как сказать, с океаном. Яхт-клубы. Гольф-клубы, кстати, очень много. И у нас на острове, и вообще в Англии. Вот дарт-клубы, знаете. Да, дротики бросают. Какие тут еще? Да, нумизматы. Ну, в общем, тоже клубов очень много. Так вот, платно или бесплатно, спрашивает Love Story. Кружки все бесплатные, конечно. А вот в клубы, для того, чтобы стать членом какого-то клуба, да, вы должны заплатить определенную сумму денег. И потом там, так или иначе, каждый год свое членство вы должны подтверждать и тоже должны платить. Вот. Дальше. Знают ли ваши соседи, знакомые, что вы ведете блог? Да не знают мои соседи. Мои соседи англичанки. Старые женщины. Старые больные. И вообще, они со мной не общаются, сказать по правде. Опять же, именно из-за того, что я русская. Они общаются со своими семьями. И даже моя соседка, вот дверь в дверь мы с ней живем. Ее зовут Джун, и ей 75 лет. И мы с ней практически в одно время купили здесь квартиры. Познакомились. Она вроде такая приятная, да, замечательная в общении. Мы с ней вместе цветочки сажали. Я помогала ей на ее грядках там что-то такое делать. А потом как-то я собралась уезжать в Таиланд. И я к ней зашла и говорю, Джун, давай, мы обменяемся телефонами. И я вот тебе хочу свой ключ отдать от почты, от почтового ящика. И она, вы знаете, как-то сразу так отреагировала. Что-то такое заявила, заявила. Нет, сказать они не могут. Но я поняла так, что... Она перевела разговор вообще на другую тему. Я поняла так, что даже телефон свой она мне дать не хочет. То ли боится, то ли что там с ней такое случилось, я не знаю. Но я была очень удивлена. А я такой человек, открытый. Но если она не захотела обменяться телефонами, то, как бы говорится, я больше к ней и не зашла. И больше мы с ней не общаемся практически. Здрасте, до свидания. Хотя до этого я ходила постоянно, ей носила пироги, пекла, приглашала ее на чай. Она приходила с удовольствием. Мы чай вместе пили, распивали. Она мне рассказывала про свою жизнь. Ну вот, представляете, когда я спросила какой-то обмен телефонами, мало ли что, то вот она мне свой телефон не дала. Вот такие вот тут у меня соседи. Потом опять же я вам показывала, что и картину, я извиняюсь, сперли с общего коридора. Поэтому зачем я им буду рассказывать, что я блог свой веду и снимаю? Нет. Мы с ним, с ними, с моими соседями на эти темы вообще не общаемся. Вот извините так. Так, дальше. Светлана Ким. Здравствуйте. С вами очень интересно даже просто молчать и гулять по окрестностям. Спасибо, Светочка. Спасибо большое. Надежда Пронина. Привет, Галочка. Я очень люблю твои видео. Ты очень красивая, добрая, грамотная женщина. Спасибо большое. Хотелось бы узнать, ходишь ли иногда в театр на концерты и часто ли приезжают к вам наши артисты. Спасибо за все. Надюш, хожу ли я в театр? Ходила однажды. Театр, как вы понимаете, здесь на английском языке, конечно, все. Постановки современные. Я бы с удовольствием сходила даже на английском языке, послушала какие-то, знаете, Уильяма, нашего Шекспира, постановки. Но здесь такого нет. Современные пьесы. Я один раз сходила, мне не понравилось. Но это не Лондон, понимаете, провинция. Театр маленький. У нас театр в Шанклине, в Ньюпорте. В Райде театра нет. По-моему, в Энтнере еще есть театр. Ну, конечно, можно съездить при желании туда на материк. Но у меня нет желания, скажу я. Я не такая большая театралка. По поводу того, часто ли приезжают наши артисты. Наши артисты, вы имеете в виду, из бывшего Советского Союза, я так понимаю, да? Ну, вот приезжали один раз в Шанклин. Пять лет назад. Как, подождите, кубанский казачий хор. Я, конечно же, как только узнала, сразу же побежали мы с мужем. Он купил билеты, мы сходили, посмотрели. Я такое удовольствие получила, вы не представляете. Но больше сейчас я на наш остров не слышала, чтобы приезжали артисты. Приезжают, наверное, все, если даже и приезжают, то приезжают в Лондон, друзья. Ну, в Лондон все приезжают. Я живу в периферии. Ну, что уж тут говорить. Точно так же, как вот если кто-то из вас где-то в России живет в периферии. Ну, что, к вам приезжают какие-то артисты? Да не приезжает никто, Господи Боже. Так, Эльвира Тихомирова. Здравствуйте, Галина. Огромное спасибо за информацию. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, как относятся англичане к эмигрантам? Какая здесь медицина? Спасибо большое. Спасибо, Эльвира, за вопрос. Как относятся англичане к эмигрантам? К эмигрантам англичане относятся плохо. Они вам не покажут, что они к вам относятся плохо. Ну, как плохо? Ну, никак. Так, никогда вас не примут. Ну, вот я повторяюсь уже. Вас не примут никогда в общество свое. Они будут улыбаться, с вами здороваться, иногда разговаривать, общаться. Но вы для них эмигрант останетесь. Так и останетесь. И пришлый. Никакого там большего общения. Только поверхностное. Дальше. Какая медицина? Медицина отвратительная в Англии. Тоже много говорено, переговорено. Медицина бесплатная. НХС. Сейчас много нареканий по поводу английской медицины. Наверное, уже даже сами англичане поняли, что что-то не то с их медициной. Наши русские приезжие, те, кому есть с чем сравнить, все вообще плюются. И посмотрите блоги любых наших людей из бывшего Советского Союза. Они в шоке от того, что здесь с медициной происходит. Здесь вообще, конечно, квалификации никакой. Желания работать у врачей нет. И вот даже вот этот последний случай с коронавирусом, вы же знаете, тоже я рассказывала, что они не пытались даже спасать людей. Они пытались спасти только своих врачей. И постараться, чтобы у них ни в коем случае в больнице не попало большое количество людей. Поэтому они даже призывали, что не звоните, если вы болеете уже, если у вас высокая температура, кашель. И если у вас все признаки коронавируса, звонить бесполезно. Мы все равно не приедем. Сидите дома, ждите, что случится. Ну вот поэтому и смертей так много здесь в Англии. Ну вот как бы вот так. Не дай бог тут, конечно, заболеть. Страшное дело. Я единственное, что могу сказать, что я лечусь. Если у меня что-то серьезное в Россию езжу каждый год, и там у своего любимого терапевта вот и лечусь. В обшарпанных наших российских клиниках все равно лучше. Так. Зоя. Райскин. Райскин. Как-то так. Спасибо за откровенность, редкое и очень приятное качество. Удачи и спокойствия. Спасибо и вам. Марта. Гак. Здравствуйте. Мне было бы интересно узнать о воспитании детей, о наркотиках, алкоголе в среднем и молодежи. Ой, 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 ой. Марта, ничего не могу сказать. Про воспитание детей я уже вам рассказала. Есть у меня ролик, посмотрите, пожалуйста, откройте. Как англичане воспитывают своих детей. О наркотиках не знаю, никогда не сталкивалась. То, что алкоголь, да, пьют. Англичане пьют и пьют много. И хотя здесь есть ограничения, в барах, по-моему, только с 16 лет разрешают молодежи пить вино. С 16 или с 18, сейчас уже точно не помню, когда-то сдавала экзамен, все это знала. Вот, по поводу наркотиков, наркотиков не знаю, никогда не сталкивалась, друзья. Нет, это не мой вопрос. Так, Елена Миленко. Добрый день. Ну, прекрасное фото, очень хорошие. Спасибо, Леночка. Я когда-то начинала смотреть вас, потом потеряла и недавно нашла и сразу подписалась на ваш канал. Спасибо, Леночка. Ну, вот видите как, надо сразу, друзья, подписываться. Я же говорю, потому что столько много блогеров, можно потеряться и не найтись вообще уже на просторах интернета. Не поверите, неделю смотрела все ваши видео. Прекрасный канал, спасибо большое. А для меня, что важно, очень красивое видео, информативное, в рамках хорошего вкуса. А мой вопрос такой. Я не совсем поняла. После смерти мужа в Англии вам купили квартиру и осталась машина. Машина мне не осталась никакая. Я машину купила сама в 2016 году. Мне помогал мой зять. И машину я купила за свои деньги. Пенсия вашего мужа, вы ее получаете уже? Пенсию мужа я получать никогда не буду. С 2015 года пенсию умершего супруга уже не выплачивают. Ну, вот так. Галина, добрый день. Как вы планируете свою жизнь? Остаться в Англии или вернуться в Россию? Елена Баженова спрашивает. Спасибо, Елена. Но вообще вопрос серьезный довольно-таки вопрос. Я пока еще для себя не решила. Ну, как-то так. Буду думать. Лариса Леон. Здравствуйте, Галина. Давно смотрю ваш канал. Вы очень открытый. Может, иногда слишком. Но все же очень интересный человек и рассказчик. Скажите, вам никогда не было одиноко в краю далеком? Не возникали ли мысли вернуться опять на родину? Поближе к своей семье, чтобы видеться чаще с ними. Приходить к ним в гости. Думаете ли вы о своем будущем? Конечно, думаю. Вы же шумасшедшие, что ли. Чем занимаетесь по вечерам? Какие у вас планы на будущее? Спасибо. Спасибо, Лариса. Мне в одиноко в краю далеком. Никогда не станет чужая страна вам своей. И вы здесь в чужой стране своей никогда не станете. Не возникали ли мысли вернуться опять на родину? Мысли возникают постоянно вернуться на родину. Иногда просто, знаете, собираю просто чемоданы уезжать. Но, во-первых, на родине меня никто не ждет. Хочу сказать сразу, я уже здесь прожила 10 лет. Вопрос серьезный. Это первое. Во-вторых, по поводу поближе к своей семье, что вы имеете опять в виду? Мои родители уже умерли. У моей сестры своя семья. У меня семьи нет. Моя дочка живет отдельно, своей семьей. И она общаться со мной не хочет. Как у семьи. У меня нет семьи. Я, если вернусь в Россию, я буду точно так же одна. Поэтому здесь у меня больше возможности найти мужчину, что я, в общем-то, и хочу сделать. И как-то иметь свою семью. Понимаете? Вот так. А сейчас у меня пока в своей семье, это только я одна. Вот так. Ну, вот как-то так. Планы на будущее, не знаю пока. Ирина Коломенская. Здравствуйте, Галина. Если можно, расскажите, на какие доходы вы живете в Англии? Ну, вот про доходы. Да что-то мне как-то не хочется про доходы рассказывать. Елена С. Елена Ш. Галина, интересно было бы узнать, встречались ли вам шотландцы? Чем они отличаются от англичан? По их мнению и по вашему мнению, как англичане относятся к шотландцам? Я встречалась с шотландцами, да. Они ничем не отличаются, по моему мнению, вообще ничем. Другое дело, что они предпочитают жить в Шотландии, потому что как-то вот у них все равно, понимаете, вот неприятие друг друга, как ирландцев, так и шотландцев. Ну, нормально, в принципе. Я знаю, что шотландцы, которые ходят в юбках, как они там называются, я не помню, клетчатые юбки, их же играют на желейках. Больше ничем они не отличаются, шотландцы, они такие же, как англичане. Только у них в Шотландии другая валюта, шотландские фунты. Немножко-немножко другая. Вот, друзья, 37 комментариев, 37 вопросов. Я постаралась ответить, по-моему, даже слишком долго. Вот не знаю, как вам понравилось такое мое видео в новом формате, видеострим. Если понравилось и если вы заинтересовались, то, пожалуйста, пишите ваши еще дальше вопросы. Ставьте лайки и напишите мне, что вы думаете вот о такой моей новой рубрике. Стоит ли мне ее продолжать? Все для вас, как говорится. Ну, а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Увидимся. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.